Всем привет, с вами Атом, и сегодня мы в Айронхёртс 4 за Италию сделаем её прямом смысле великой. Хотя путь Римской империи всё-таки куда лучше. Итак, со старта мы удаляем всё производство, ставим строить конвои и 12 заводов на транспортнике. Остальные всё на винтовке. По исследованиям ставим ВДВ, остальное у нас будет по стандарту. Но одну ячейку мы оставляем, мы её оставляем, чтобы выучить ВДВ быстрее. Нам вот эти 30 дней как раз очень сильно нужны. Авиацию можно удалить и развернём её в удобном виде, месте. Флот сгоняем мы весь в Сардинии, армию тоже вводим с Эфиопии. И расставляем по границам Франции, Югославии и часть дивизий мы также сортируем на Сардинии для выезда в Германию. Но если ты хочешь купить новое ДЛС по Хойке или любую другую игру, так ещё при этом получить самые низкие цены на рынке, тогда тебе на сервис купикот. Где ты сможешь заполучить даже недоступные для российских аккаунтов игры. И для этого не придётся создавать новый аккаунт другого региона. Покупка игр на этом замечательном сайте происходит быстро, просто и безопасно. А с моим промокодом AtomGames ты получишь скидку в 10%, что уже не дурно. Кроме того, с промокодом покупать игры выгоднее, чем пополнять через Kiwi. После покупки нужно будет принять заявку от бота в Steam и получить игру. Купикот не запрашивает пароли и другие данные от вашего аккаунта, нужна только ссылка на сам аккаунт. Также тем, кто авторизуется на сайте через Telegram или ВК, получат 50 бонусных рублей. Для зарегистрированных пользователей будет действовать же постоянный кэшбэк. Ну а если заинтересовался, ссылочка в описании и закреплённом комментарии. При возможности прожимаем мы решение на выход из Эфиопии. Оно позволяет нам пропустить много фокусов. Культ Дуччо мы сразу же берём, теперь копим палитку на вторжение в Албанию. Именно в неё, так как у нас есть претензия и клейм будет намного быстрее. Ну и вступаем сразу же в Аленсгерманию. Тут мы рисуем высадки в Англию, по всему попережью. Сейчас ей стало немножко поумнее и дропаться стало посложнее. Да, он на берегу особо не держит, но именно ключевые провинции, он как-то за них стал больше цепляться. И дело рандома тоже, безусловно, надо учитывать. Теперь ожидаем 71 палитку и оправдываем цель войны на США. А также на развертки у нас были поставлены кавалеристы, их будет очень много в этой партии. Гарнизоны подавления же были отключены до лучших времён. Так мы немного больше сделаем дивизий, но и в будущем ещё больше. После появления 67 палитки снимаем мы оправдание США и снова мы накидываем. Механика игры всё так же осталась. Старое оправдание, которое сняли, оно также потихоньку стакается и увеличивает напряженность. Цель на Албанию уже 12 июня у нас получена и теперь ждём гаранта от Британии. Для этого ещё раз оправдываем на США и 30 числа объявляем войну. Тут вступилась Британия, туда мы и начинаем нашу выстку. Дождаться Франции здесь нет смысла, она нам пригодится уже позднее. Как только ВБ вступила, оправдываем сразу на Югославию. Тут уже 30 дней и это достаточно быстро. Но не перед этим не забываем снять с США. Теперь наша цель уничтожить Бритов и как раз таки вот эти 30 дней у нас этот срок. Лучше конечно быстрее. Исполняем манёвры кавалерии. Британе спал 24 июля. На конференции оставляем только одну провинцию для Брита. И флот разумеется со всем остальным будет нашим. А Брита мы оставили же для дальнейшей нашей экспансии. Потому что нам нужен альянс союзники. Тем временем наши ВДВ готовы. Ну и они нужны у нас для Франции. Штук 8 как раз таки нам хватит за глаза. 30 июля объявляем войну Югославии. И сразу начинаем оправдание на республиканскую Испанию. Тут мы можем вывести её из гражданской войны. В этом моменте все должны вступить в союзники. Иначе всё таки будет не очень приятно. Выстку десанта мы начинаем в последний день. Перед оправданием уже цели войны от Испании. Брита мы также захватываем. Он нужен всё так же ради альянса. Также заранее я начал планировать выстку в Грецию. Это наша следующая цель. Итак как только пал Париж. У нас готов клейм на испанца. Сразу объявляем. Тут буквально есть небольшой момент. До того как он призовёт союзников в войну против франкиста. Главное этого не допустить. Благодаря этому мы предотвратили длительную гражданку в Испании. И захватываем всё кроме Брита. Ну и Париж тоже оставили. Так как у него гарантия на Грецию. Теперь мы готовимся к ней как раз таки. Но и Греция имеет специфику не вступать в альянсы. Поэтому её захватывать придётся самим. На найме дивизии мы также не забываем. И уже на найме сейчас у нас пехота. Кавы у нас стало достаточно. На данный момент. Нам надо главное не поймать момент. Когда франкист перекатится в фетишистов. Сразу готовимся на них. Ну и Греция была под гарантом. Поэтому союзники снова в войне. И оправдания у нас становятся быстрыми. Объявлять войну будем мы ещё быстрее. Если возьмём советника. Ну и Турция следующая уже за 10 дней. Тут я ждал пока призовётся Брита. А Грека мои войска пинали уже на автоплане. И там подключил я авиацию. Брита мы сразу капаем. Ну и француза заодно потрепая он привёл немало своих дивизий. Ну и часть можно попытаться сохранить. Чтобы винтовки из них вытащить во время капитуляции. После Турка готовимся к Польше. Она не станет страной в рамке. Пока не наберётся 35 промышленности общей. Поэтому нам лучше бы всё-таки поспешить. Вдогонку на Бельгию тоже готовим клейм. Объявляем войны на всех на кого оно готово. И капаем Францию. Большая часть Европы уже под нами. И оставлен только Брит. Но раньше Брит мог гарантить даже под пактом о ненападении. И вследствие чего было поудобнее в плане объявления воинтержа. Гаранта не дождаться. Похоже что из-за как раз таки пакта о ненападении. Теперь боты гаранты не хотят накидывать. Надо это проверять. На мелких странах иногда это более наглядно будет. Но и так как гаранта не дождаться нам придётся немножко побуксовать. На Брите оставляем всё так же небольшое войско. Чтобы его постоянно и капитулировать. И уничтожать ему дивизии. А остальных мы расставляем по Европе. Чтобы не было тупого покраса наших клеток. 2 октября греки пали. Ну и тут я пошёл по ветке Великой Италии. Ну и могу сказать сразу что эта ветка полностью встратая. Лучше идти всё-таки в Римскую империю. Как-то побольше амбиций и пользы в итоге тоже. Начинаем развёртку кучи коней. Надо ну желательно больше сотни. И тем временем у нас готово уже 50 пехотных дивизий. Которые нам пригодятся в будущем. Ну а Великую Италию нам не сделать без провинции. Которая принадлежит Швейцарии. С этим небольшие проблемы. Ну в будущем мы с этим разберёмся. Но из-за условно новой механики оправданий. Из-за гарантов. Придётся нам готовить войну США. Ну и до этого мы готовим конную лавину как раз таки. 85 дней у нас идёт оправдание. Ещё более-менее терпимо на самом деле. А в Бельгии всё-таки попробовал я подождать до последнего. Вдруг прилетит гарант. Но так ничего не было. По фокусам дальше пошли по внешней политике. Там как раз есть фокус на эту провинцию Швейцарии. Все заводы у нас держатся пока что на винтовках. Мы потом уже начнём когда-нибудь производить другую снарягу. Сейчас же нам надо набить себе как минимум массу. Да и гарнизоны тоже будут жрать огромное количество винтовок если мы их включим. Флота у нас огромное количество. И мы его просто делим. И посылаем с двух сторон от США. И готовим высадки по ключевым городам. Дотянув до последнего мы напали на Бельгию всё-таки. И теперь остаётся дождаться вторжения в Америку. Там уже готовы наши кони. И огромное количество. 1 января мы уже влетаем в США. И она вступает в союзники. Этим нам она облегчила жизнь. И клепаем мы цели теперь уже на всех подряд. Начнём мы с Португалии. Брит нас создавал дивизии. Но мы его сжимаем просто в одной провинции. И спокойно их ликвидируем. США же как обычно до 1939 года сложностей вообще нет. Дивизий у него не настолько много. И его капитулировать не тяжело. Дальше у нас идёт Венгрия, Болгария, Голландия. США у нас пали 11 февраля. Ален всё-таки жив из-за Брита. И тут мы можем потянуть немножко эту ситуацию. И захватывать всё больше и больше стран. И дальше у нас Бразилия. С которой лучше не затягивать. Так как промышленность у неё растёт очень бодро. Лучше её капитулировать как можно быстрее. Мексика идёт также за компанию. Потом Люксембург и Австрия. Главное не убиваться об незначимые страны. Так как всё-таки снаряга лишней не будет. Поэтому просто ставим их на границе и забываем. И внимательно следим за промом бразильца. А пока есть время идём на Ирландию. Теперь уже готовимся к вторжению в Германию. Ну и бразилец уже достаточно сильно развился. Поэтому капитулируем союзников. Ну и Брита всё так же оставляем. Заодно мы получаем ачивку «Время пиццы». Оставляемся по теркам у немца. И пока у него армия не сильно начисленная. Мы сможем спокойно его зажать со всех сторон. И 20 апреля мы начинаем наступление по немецким землям. Теперь же начинаем оправдывать иностранные фетишистских наклонностей. Таких как Венесуэла, Сальвадор, Гаити, Перу. Они вступят в альянс Кассии. И мы захватим при падении Германии. Иначе же при войне с союзниками они не вступят туда вообще ни в какой альянс. И придётся их самому захватывать. Чем мы усугубим нашу ситуацию. Войска у нас хоть и слабые. Но численность позволяет нам очень быстро красить Германию. Спешить-то тоже всё-таки не стоит. Надо всё-таки захватить эти как раз-таки страны. Ну и 30 мая готово последнее оправдание на Перу. И тут немного я фейлонул. Так как всё-таки надеялся на гарант от Брита. И начал подготовку к Финнам. Теперь ось можно смело капитулировать. Немного рано конечно я это сделал. Так как была надежда, что Финн успеет вступить в ось. Но теперь же оправдание снова будет не быстро. Так как с Бритом Пакт о неопадении. Придётся идти на Красного Гиганта. Ну и взят у нас фокус на требования провинции для Великой Италии. И тут больше надеешься конечно, что они откажут. И мы силой будем должны захватить это всё дело. Но Швейцар очень много требует дней для оправдания. И как-то хочется максимально поздно это делать, чтобы не тратить время оправдания. Ну и что ж, расставляемся на СССР. Готовим новые пехотные дивизии. Ну и шаблоны пока что вообще не менялись. Гарнизоны у нас также включаются. И по винтовкам сразу минус 170 тысяч. Что пополнить даже 80 заводами, которые у нас стоят на винтовках достаточно долго. Также начинаем мы производство штурмовиков. Которые очень сильно помогут нам в будущих войнах. Часть новых дивизий я послал в Эфиопию. Так как есть шанс, что она не вступит в Альянс. Да и чтобы она сильно не разрасталась. Дивизий у нас откровенно для войны СССР не то чтобы мало. Но они все-таки слабые. Начало войны 14 августа 37. Дальше оправдания у нас также пойдут быстро. Ну и чтобы меня не красили очень быстро. Начинаем оправдывать страны либо слабые. Либо очень отдаленные от наших территорий. СССР со старта у нас переходит в наступление. И происходит это достаточно успешно. Наши дивизии стоят. В первую очередь за счет авиации. Ну и ротация. Также были попытки высадок. Но они оказались тщетные. Все провалились. Ну все-таки попытались. Нейтралы спокойно вступают в Коминтерн. Поэтому мы их захватим вместе с Советским Союзом. Швейцария кстати отдала нам провинции. И Великая Италия у нас все-таки сформирована. Начал производство от танков. Но применять их начнем все-таки позднее. Огромные потери против СССР уже в самом начале. Но наша промка куда сильнее его. Да и штурмовики копятся. Изнаничтожают его дивизии в огромных масштабах. За Кубу же впряглась Британия. Но нам это ничего не говорит. Вот теперь мы воюем просто против двух альянсов. Демократы пойдут сразу к союзникам. И остальные пойдут к СССР. Войны объявлять мы не спешим. Тянем до последнего момента. Чтобы они как можно меньше успели покрасить нас. СССР тем временем нас неплохо уже пропушил. Но все это время мы только наращивали мощь. Поэтому это не так сильно страшно. Ну и со временем я начал модернизировать шаблон хотя бы коней. Потому что четыре каски это все-таки ни о чем. Хотя бы до пяти я довел. Ну и потихоньку уже армия стала более мощной. По мере объявления войн по всему миру СССР начал ослаблять фронт с нами. И в декабре мы начинаем наступление под Одессой. И пока тибетские страны красили нашу Индию. Мы прорываемся в СССР. К апрелю мы вышли на направление Крыма. И тут уже чувствуется нехватка снаряги у СССР. Хоть мы ему не можем отличиться в количестве снаряги. Но наша численность позволяет нам проникать к кавалерии. И устраивать еще большее расширение фронта. Тем временем я решил запинать Султанат. Ну и потом Эфиопию. Благодаря штурмовикам и кавалерии удается достаточно сильно и быстро пробиваться. В Южной Америке наших территорий уже почти не осталось. И уже почти весь мир оказывается в войне. Летом начинается проявление тактики глубокого проникновения и окружения. В этом плане кавалерия очень удобна. Так как моторки без топлива не могут ничего сделать. А кавалерия все-таки имеет неплохую достаточно скорость. Гватемалу я оставил напоследок. Чтобы оттуда мне не покрасили всю Северную Америку. По объявлению войны Дании я понял насколько по-идиотски сделано ее вступление в войну. Они хотят сдаться, но если ты откажешь, ты теряешь стабильность. Из какого вообще так, что вообще курит Росаба, не скажите. Так помимо всего этого мы отказываемся. Она не вступает вообще ни в какой альянс. И Исландия еще и вдобавок независима. Но тут мои полномочия просто все. К осени основные города СССР пали, но еще предстоит немало территорий. Надо было делать все-таки коллаборационистов. Но агентство тут в этой партии вообще не делал. Швейцарь решено оставить на потом, так как Норвегия в КМ-Интерне. И после КПССР шведу зажать будет гораздо проще, чем сейчас. И промо у него опять же много. И он 100% будет важной страной. В октябре дивизии зашли уже за Урал. Провинции для захвата очков. И капитуляции почти не оставалось. Но еле-еле мы все-таки доползли аж до Омска. Тем временем я обнаружил, что чертова Норвегия теперь тоже в рамке. И в 38-м году. Ой, серьезно вообще? Сразу начал планировать я выставки по всей территории. Так как мне, дайте, уже все-таки было не очень хорошо. Но СССР скоро пойдет, а тут все-таки это. 11 ноября КМ-Интерн захвачен. И хорошо хоть Норвегия не была загарнизонена. И она достаточно быстро захвачена. А на минуточку, тем временем уже КМ-Интерн занимал почти полмира. И мы присоединили огромную часть к нашей будущей империи. Сразу после этого Швеция становится нашим следующим оппонентом. Что не будет трудным за счет огромных территорий и зажим со всех сторон с высадками. И, конечно же, шведы на этом закончатся. А также начинаем мы передислоцироваться в Азию. Ну и, разумеется, Китай. И все с этим связанное. Тем временем, отожравшиеся моими территориями Колумбия и Чили стали крупными странами. И пришлось выделить часть дивизии и туда. Но придется все-таки высаживаться. Так как территории у меня там уже не осталось. Хорошо, хоть к этому моменту у нас появились морпехи. И сделаны шаблоны для высадки с танками совместно. И достаточно эффективно они себя в итоге показали. Но, опять же, морпехи сделаны, потому что скоро грядет Япония. В декабре 1938-го мы начали наступление со всех сторон на Китай. Ну и тут, конечно, очень помогает наша авиация. Но число аэродромов, конечно, осложняет нашу задачу. В феврале Колумбия захвачена. И Чили также в течение месяца у нас палит. В марте союзники в последний раз уже сложили оружие. И остается только Швейцария, Китай и Японец. На самых невоинственных клейм начали делать еще до нападения на Китай. И там было 190 аж дней. Но это, конечно, не быстро. Швейцар после объявления войны вступает в альянс к Китаю. Ну, что нам облегчает ситуацию с его капитуляцией. Но уже подоспел срок нападения на Японию. И в начале мая наш гигантский флот не мог дать проросходство в регионах. Тут поколдовав. И плюс японец начал перемещать в флот. Получилось все-таки запустить высадку. И помимо ВДВ с севера, острова Японца, наши морпеховые танки идут с юга. Китай пал с началом лета 1939 года. И остался только японский оппонент. Разумеется, игра неадекватно себя ведет после конференции. И почти все мое войско оказывается на вражеской территории. И чуть ли не все оказывается в котле. Месяц понадобился нападение Японца. И остался японский Китай. И уже 14 сентября Италия реально стала великой. Что ж, такой быстрый захват, я думаю, вы не ожидали. Ну и тут есть моменты, за счет которых можно было сделать это, опять же, быстрее. На старой версии, опять же, это можно было бы побыстрее сделать. Надеюсь, вам понравился данный ролик. И обязательно оставляйте комментарии. И не забывайте оценить данный ролик. Всем удачи и пока. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.